Эфир своего ТВ продолжит программу «Актуальное интервью». Меня зовут Анна Харунжева. Здравствуйте. Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства. В глобальном плане она представляет собой концепцию экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях, внедряемых в различные сферы жизни и производства. С каждым годом это явление усиливается в геометрической прогрессии. Сегодня поговорим о том, какие информационные технологии используются и какие планы по внедрению на будущий год. В гостях у нас Денис Курашов, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Денис Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, что пришли. Ну что ж, давайте поговорим про 2021 год, какие задачи стояли тогда и все ли удалось решить. Спасибо за предоставленное слово. В прошлый раз я был у вас в студии в ноябре и как раз таки озвучивал все проекты, которыми мы занимались, и планы, которые мы перед собой ставили. Спасибо, что пригласили сегодня к вам в студию. Уважаемое мною телевидение. И с удовольствием расскажу о тех результатах, которые мы получили по итогам 2021 года. Значит, мы выполняли и реализовывали на территории Ставропольского края в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика» четыре региональных проекта. Это информационная инфраструктура, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое госуправление. По всем четырем оригинальным проектам мы показатели достигли, который ставился на выполнение 100%. По некоторым проектам у нас даже превышение есть. Но это хорошо. Начать, наверное, целесообразно будет с самого главного, самого сложного и дорогого проекта информационная инфраструктура. В рамках данного проекта нам необходимо было осуществить подключение тысяча пяти социально значимых объектов на территории Ставропольского края. К социально значимым объектам у нас относятся объекты культуры, общеобразовательные организации, фельдшерские и акушерские пункты, объекты милиции, объекты Росгвардии. Что характерно, что в перечне тысяча пяти объектов, как я сказал, у нас 450 было образовательных организаций и 211 фельдшерских и акушерских пунктов. Ну а дальше уже все остальные объекты. Все эти объекты у нас подключены. Мы, хочу обратить внимание, что при определении перечня социально значимых объектов, мы приоритет ставили перед собой и перед исполнителем. Это объекты, которые находятся в сельской местности. Ну понятно, что образовательные организации, которые находятся на территории наших городов, они в любом случае имеют возможность подключения к сети интернет посредством альтернативных операторов, которые существуют в городах. А в малых населенных пунктах, к сожалению, есть сложности. Поэтому мы ставили приоритеты именно по развитию так называемых цифровых технологий на территории именно сельской местности. В итоге мы, как я сказал, подключили тысяча пять объектов. Что еще хотелось бы отметить, и это действительно очень важно, вот в рамках создания этой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры при подключении социально значимых объектов, мы получили возможность предоставлять частным домовладениям, то есть жителям вот в этих малых населенных пунктах, тоже доступ в сеть интернет. У нас перечень этих населенных пунктов увеличился еще на 65 населенных пунктов. То есть мы развивали инфраструктуру по подключению социально значимых объектов, еще и предоставили возможность гражданам получить доступ в сеть интернет. Там, где это было до этого, практически невозможно. Это тоже очень важно для наших жителей. В конце года мы всех глав администрации о результатах проинформировали и попросили данную информацию довести до жителей населенных пунктов, что было и выполнено, и в настоящее время на всех средствах массовой информации, на всех сайтах администрации, в принципе, эта информация уже опубликована, и везде граждане могут обращаться и подавать заявки к оператору для подключения. Далее, в рамках проекта информационной безопасности мы перед собой ставили задачу о разворачивании на территории края центра мониторинга компьютерных инцидентов. В настоящее время век цифровых технологий – это очень важно. Задача этого центра мониторинга – это обнаружение, вторжение каких-то подозрительных ресурсов, сайтов, блокирование этих уязвимостей и проведение анализов, чтобы не допустить нарушения функционирования государственных информационных систем и, самое главное, утечку информации, включая информацию о персональных данных. Для нас, для жителей, для граждан это очень важно, чтобы наша персональная информация, будем говорить так, не оказалась у каких-то непорядочных третьих лиц. В настоящее время мы этот центр уже развернули, идет у нас уже постановочные работы и уже промышленная эксплуатация. Уже у нас за период эксплуатации меньше месяца было обнаружено порядка 17 инцидентов, по которым мы успели, будем говорить так, отработать, купировать их. Ну и дальше мы с полномоченным органом уже проводим, будем говорить так, анализ этих уязвимостей и пополнение базы инцидентов. Это в рамках информационной безопасности, в рамках цифрового госуправления мы реализуем на территории края несколько таких интересных проектов. Это проекты, касающиеся платформы обратной связи, это проекты, касающиеся массовых социально значимых услуг, это проекты по внедрению в органах исполнительной власти, в органах местного самоправления электронного и юридически значимого документа, обороты, это тоже очень важно. То есть мы практически в настоящее время уже показатели, которые перед собой ставили, мы его перевыполнили. То есть у нас электронный документ оборот в настоящее время уже превышает 70%, которые перед собой мы ставили. То есть в настоящее время органы власти, сотрудники органов власти между органами власти обмениваются уже безбумажным документом оборотом. Мы в настоящее время уже реализовали возможность обмена с федеральными структурами, с федеральными органами власти тоже юридически значимым электронным документом оборота посредством межведомственного электронного документа оборота. И в настоящее время наши органы власти как передают, так и получают информацию от своих федеральных органов также в электронном виде. Это тоже очень важно. То есть понимаете, что время доставки корреспонденции от отправителя к адресату сейчас минимальное, тем самым ускоряется принятие и управленческих решений, и вообще ускоряется все эти мероприятия по согласованию, ну и так далее. Ну что ж, вы уже упомянули массово социальные значимые услуги. Как сейчас обстоит дело? Насколько документооборот тот самый между гражданами и властью снижен? Что можно делать на госуслугах? Хороший вопрос, это важно. То есть можно много рассказывать про все удобства, но пока мы с вами не ощутим это удобство, мы это не поймем. Мы с 2011 года занимаемся переводом и обеспечением функционирования электронных услуг, или услуг в электронном виде, если правильно называть. У нас услуги размещены в настоящее время на региональном портале, а их уже свыше 650, и на едином портале госуслуг. Для того, чтобы граждане могли получать эти услуги, ну необходимо предоставить некий инструмент и функционал. На уровне федерации был проведен мониторинг по определению массовых социально значимых услуг, а я обращу внимание, чтобы под массовой социально значимой услугой понимается, услуга, которая оказывалась на территории Российской Федерации более 100 тысяч раз в течение года. Такой перечень был сформирован, он состоит из 95 услуг в настоящее время. Эти услуги сейчас размещены на едином портале госуслуг, и наши граждане этими услугами в настоящее время активно пользуются. То есть за период 2021 года мы провели статистику специально перед вашим выпуском и подготавливался по цифрам. Мы имеем уже свыше 3000 заказов этих услуг на территории Ставропольского края. Почему эти массовые социально значимые услуги, они нужны и важны? Во-первых, очень важно обратить внимание, что до определения массовых социально значимых услуг в каждом субъекте Российской Федерации оказание той или иной услуги, ну будем говорить так, одной и той же услуги, будет правильно так сказано, на территории различных субъектов оказывалось по-разному. То есть отличался там перечень предоставляемых документов, регламент оказания услуги, сроки оказания услуги. И это правильно, что вне зависимости от того, где гражданин проживает, масса социально значимого услуга по перечню документов и по характеру оказания, по регламенту оказания, она должна быть одинаковая для гражданина. Поэтому был этот перечень создан, и эти услуги, будем говорить так, внедрены. Вот как я сказал, эти услуги мы запустили, у нас их на территории края уже 95. И у нас сейчас активно используются. Используются. Далее мы обеспечиваем их функционирование, проникновение и мониторинг качества оказания услуг. Здесь без обратной связи от наших граждан мы это не сможем сделать, поэтому просим оставлять свои отзывы, комментарии на едином портале госуслуг или на оригинальном портале госуслуг по качеству оказания услуг, чтобы мы могли дальше совершенствовать и адаптировать услуги совместно с органами власти под актуальное состояние, под удобство для граждан. Сейчас активно происходит процесс цифровизации. Власти мы это уже поняли. Расскажите об этом подробнее и о работе именно Краевого центра информационных технологий. Хороший вопрос. Центр информационных технологий у нас функционирует с 2011 года. Занимается в настоящее время он обеспечением, будем говорить так откровенно, уже функционированием всей инфраструктуры, IT-инфраструктуры Старопольцевого края, органов власти. Направление деятельности следующий. Центр является оператором системы электронного документа оборота, оператором инфраструктуры электронного правительства, оператором региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, оператором системы контрольно-функционирования типового облачного решения по обеспечению функционирования контрольно-надзорной деятельности, оператором сайтов органов государственной власти. То есть все сайты, которые предоставляют информацию о функционировании, деятельности органов власти сопровождаются данным учреждением. Является оператором системы, комплексной системы фото- и видеофиксации. Это тоже интересное направление, актуальное. Ну, в общем, все, что связано, как я это называю, с электричкой, то есть электронным взаимодействием с цифровыми технологиями, у нас осуществляется данной организацией. Может быть, подробно конкретнее поговорим, а какие услуги пользуются... Вот сейчас граждане уже стали использовать активно. Я думаю, что практически у всех есть это приложение, даже госуслуги. Какие услуги на первом месте и кто главный пользователь? Молодые люди или, может быть, уже и молодые присоединяются? Хороший вопрос. За последние два года категория лиц, которых мы относимся к старшему поколению... Научились. Научились, да, и процент их использования вырос. То есть я проводил динамику со своими сотрудниками. За последние два года прирост составил порядка 10% пользователей именно лиц старшего возраста. В основном, основная группа поколения, это от 14 лет и до 50. Вот так вот. Все уже активно пользуются. Наиболее популярные услуги, это услуги, касающиеся социалки. Наиболее популярные услуги, которые пользуются гражданами, это сервисы по проверке штрафов, по проверке задолженности. То есть это сервисы ФНС, сервисы пенсионного фонда. В принципе, вот эти вот направления. Перечень услуг, он довольно-таки там большой, широкий у нас, включая и региональные услуги. Хотелось бы еще отметить, что с помощью данного решения именно портала госуслуг реализована возможность гражданам оставлять отзывы и свои сообщения о деятельности или по запросам тоже актуально. Сейчас вы знаете, что в период пандемии реализована уже возможность получения информации о своем персональном QR-коде вакцинированном, с помощью которого, ну, после 20-го числа, возможно, это будет опять восстановлено, посещение будет общественных мест, общественных организаций. Ну, это все используется с помощью цифровых технологий. Хотелось бы отметить, что по итогам 2020 года, ну, я думаю, 2021 года будут тоже хорошие показатели, вот на территории всемирной организации проводили анализ по эффективности, удобству использования цифровых технологий, цифровых решений. Единый портал госуслуг, который у нас используется, он включен в топ-3 решений в мире, которые, ну, будем говорить, являются эффективными, полезными и удобными. Ну, это хороший показатель, да. Вы знаете, я даже слышала информацию о том, что наш вот этот портал, он практически, ну, то есть не то, что не имеет аналогов, но он на очень высоком уровне даже превосходит многие европейские страны, у них такого нет. Да, все верно. Ну, что ж, о платформе обратной связи вы уже упоминали, давайте о ней подробнее поговорим, как инструмент взаимодействия граждан и власти, какие там результаты? Да, спасибо за вопрос, тоже еще раз освещу его, это очень важный и удобный инструмент. В настоящее время мы уже, как я и сказал, мы все живем с вами в цифровом пространстве, имеем свой какой-то некий цифровой идентификатор, и для того, чтобы была возможность гражданам быстро, оперативно взаимодействовать с властью не только по государственным или муниципальным услугам, но и по всем видам и сферам своей жизнедеятельности создан данный ресурс. Во-первых, он что позволяет? Он позволяет гражданам оставить, Анастасия, обращаю внимание, свое сообщение по любой категории, там категория дорог, категория прилегающей территории, категория здравоохранения, ну, то есть там большой перечень таких категорий, по которым граждане могут оставить сообщение и в установленные сроки получить ответ. Второе удобство, что нет необходимости при использовании данного приложения указывать место, где вы там что-то обнаружили или хотите оставить сообщение, потому что данное приложение при активной функции геопривязки, геопозиционирования, она позволяет определить ваше местоположение на карте сразу, что вы можете сразу отправить сообщение. То есть, как, к примеру, куча мусора, бродячих собак, вы прям сразу же на месте сфотографировали, отправили, написали текст, что собаке это, сообщение попадает в уполномоченный орган, который отвечает за эту категорию, и они должны будут в определенный срок, период, регламент отработать и гражданину предоставить ответ или сообщение, или реакцию на его сообщение. Это действенный инструмент, мы все с вами являемся активными гражданами, тем более жители Ставропольского края, они, будем говорить по статистически, они неравнодушны. Ставропольский край в реализации этого проекта был пилотом, и что важно, вот за 2020 год у нас количество сообщений превысило 55 тысяч. За 2021 год, да, за 2021 год, извиняюсь, за 2021 год превысило 55 тысяч сообщений. Это говорит о том, что граждане пользуются активно. Это отдельное приложение? Отдельное приложение, это является модулем портала госуслуг. Так и называется обратная связь? Решение называется «Решаем вместе» в магазинах. Ярлычок соответствует порталу госуслуг, только продолжение называется «Решаем вместе». Скачиваем его и активно пользуемся. Решение, я считаю, это очень удобный инструмент. До этого момента у нас в крае использовалось различное количество инструментов по взаимодействию с гражданами. Было решение «Народный контроль», были какие-то ведомственные решения, приложения. В настоящее время мы все иные решения уже выводим из эксплуатации, считаем целесообразным, чтобы для всех жителей была одна точка входа и для всех органов власти был единый инструмент. А не как до этого было, что различных приложений приходилось сотрудникам открывать. А сами понимаете, используя 3-4 приложения параллельных, да, еще и выполняя свою непосредственную функциональную обязанность, велика вероятность пропустить какое-то сообщение от гражданина. А несвоевременно или не ответ гражданину для сотрудника величит административную ответственность. И вот в связи с этим у меня появился вопрос, проходят ли какие-то дополнительные курсы обучения всему этому сами сотрудники? Абсолютно. Или это, да, извините, набранные специально люди? Или происходит переквалификация? Это существующие сотрудники, которые работают в министерствах и ведомствах. Тоже адаптируются. Да, этот функционал является дополнительным к их функциональным обязанностям. Понятно. Ну что ж, давайте поговорим о планах на 2022 год. Я так понимаю, это большой, обширный вопрос. Хочется узнать подробнее. Планы мы перед собой сформировали в конце 2021 года. Я с удовольствием с вами с ними поделюсь. Первое, что мы планируем перед собой, наверное, мы разделим на три блока. Это начнем с проекта информационной инфраструктуры. Первое, что мы перед собой планируем, это расширение сети подвижной радиосвязи. Ну, то есть это вышки операторов сотовой связи. Вопрос очень актуальный, очень серьезный, очень больной. Очень много жителей, граждан наших Старпольцевого края обращаются с проблемами с отсутствием связи или некачественной связи. В основном это у нас территории районов. Отдаленных. Отдаленных. Ну, там, сельская местность. Поэтому мы перед собой ставим задачу работу с операторами построить именно по развитию и возможности увеличения базовых станций на территории малых населенных пунктов. К примеру, по итогам 2021 года было установлено на территории Старпольского края свыше 700 базовых станций. К информации, что всего на территории Старпольского края установлено 3100 базовых станций. То есть мы понимаем, что за 2021 год мы порядка 30% поставили базовых станций. Далее мы этот проект расширяем, развиваем, увеличиваем его. Для информации, вот в период пандемии, когда люди начали активно использовать цифровые технологии, у нас нагрузка в сети 4G, то есть это заказ скоростной интернет увеличилась на 230%. То есть все услуги, которые относятся к категории телематических, они были востребованы и в настоящее время являются востребованными. Даже если мы посмотрим, общественные наши каналы, у нас руководство страны уже активно использует систему видеоконференц-связи и общаются с главами, потому что это быстро, оперативно и удобно. Ну и технология, она уже никуда не уйдет, она будет дальше только использоваться, расширяться и масштабироваться. Поэтому мы считаем это очень важным. Второе направление, которое мы занимаемся, реализовываем, это автоматизация деятельности мировых судей. Интересное направление тоже заключается опять же в цифровизации решений для мировых судей, предоставлении доступа к климатическим услугам связи для участков мировых судей. И второе, в этом году мы должны будем развернуть в участках мировых судей систему защищенной видеоконференц-связи, которая позволит гражданам, не посещая участок, проводить в системе решения видеоконференц-связи общение с представителями мировых судей. То есть опять же мы говорим о том, что это упрощает жизнь нашим гражданам с использованием цифровых технологий. Ну да. И третий блок? И третий блок это цифровое решение, как я и говорил, по платформе обратной связи. И еще важно, это разворачивание и, вернее, развитие функционирования номера 122. То есть вот в рамках пандемии вы знаете, что на территории всей страны был развернут номер 122, который позволяет гражданам обратиться по вопросам коронавирусной инфекции, получить какие-то консультации. Вот. Нагрузка на этот номер, она была существенна, она и не упала, к сожалению. Ну то есть люди обращаются, потому что информация и консультации нужны по различным вопросам. И вот задача, которую мы перед собой ставим, это во взаимодействии с Министерством здравоохранения, во взаимодействии с Министерством экономического развития, развернуть масштабируемое решение, то есть именно по функционированию операторов и по оперативности ответа и правильности ответа, достоверных и полных ответов на телефонные звонки гражданам. Ну есть еще сейчас какие-то представители как раз о власти и, в принципе, какие-то министерства, которые не представлены вот там, но планируются? Это где невозможен вот такой вот информационный, электронный обмен информации? Нету таких. Уже нет. На протяжении последних трех лет это активно развивается. И в системе образования, общего образования, вы знаете, там электронные дневники, все эти решения активно используются. Здравоохранение вот активно сейчас создает единую государственную систему здравоохранения. Телемедицина, вы слышали, наверное, которая будет также использоваться. Вот в рамках нашего проекта, что мы осуществляли подключение 211 фельдшерских и обучающих пунктов, как раз таки это тоже в рамках вот единого цифрового контура здравоохранения. То есть все у нас органы власти сейчас активно занимаются цифровизацией. На уровне федерации, так для информации скажу, что сейчас тоже создана так называемая программа, система вернее, это федеральная государственная информационная система по координации информатизации, где все субъекты категорируются. То есть у нас там есть рейтинг субъектов. Мы там между собой, ну между субъектами всегда соревнуемся по показателям. В настоящее время там отражается информация по пяти ключевым отраслям. Это здравоохранение, образование, это городская среда, это у нас госуправление и транспорт, дорожная деятельность. В этом году перечень ключевых отраслей будет расширена. Еще добавятся две отрасли. Это социальная отрасль и отрасль, касаемая природопользования и экологии. Для информации, вот рейтинг проводится он ежеквартально. Мы, ну вернее не мы, а Минцифра рейтинговать начала, начиная со второго квартала 2021 года. Когда мы к этому еще были не готовы, мы попали в топ отстающих. Ну, будем говорить так, за несвоевременность предоставления и полноты сведений хочется отдельно сказать спасибо нашим всем органам власти. После этого мы собрались, скоординировались. И на протяжении последних трех рейтингов мы 76-й позиции поднялись до 27-й. То есть оперативно собрались, да, стрельнули, как говорите правильно. Вот дальше продолжаем работу по взаимодействию со всеми. Отдельное направление, которое дальше мы берем с собой, на следующий год еще тоже планируем, это адаптация функционирования массовых социально значимых услуг для их функционирования в ведомственных информационных системах. Что под собой это подразумевает? Ну, как я и сказал в своем вопросе, на примере функционирования платформы обратной связи, что мы уходим от использования всех иных решений, чтобы сотрудники и наши граждане знали, что есть одно решение, и им все пользовались, и знали, что оно и функционирует, и работает. То же самое мы и планируем делать с массовыми социально значимыми услугами, чтобы сотрудники отраслевых ведомств, которые работают в своих каких-то ведомственных системах, они могли отрабатывать запросы по массам социально значимых услугам в своих информационных системах, чтобы не открывать в себя много вкладок, и самое главное, чтобы не пропустить важный запрос от граждан, для этого мы и делаем. Ведь на самом деле наша деятельность, оценивают граждане, их не интересует, сколько у нас работы, их интересует, чтобы вовремя ответили, да. Ну что ж, большое спасибо, Денис Сергеевич, программа уже подошла к концу, спасибо, что были с нами, ответили подробно на все наши вопросы. Мне остается пожелать вам только успехов в 2022-м. С большой признательностью к вам, телевидению, спасибо, что пригласили, ну и всегда рад буду посетить вас. Спасибо. Спасибо. Ну а в гостях у нас сегодня был Денис Курашов, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Ну а вы, уважаемые телезрители, берегите себя и оставайтесь на своем.